Здравствуйте дорогие городники! Сегодня я хочу поговорить о седиратах, которые используют в самом начальном периоде на запущенных участках. А именно овсяно-виковой смеси. Почему именно эту смесь использую я обычно в первый раз, когда пытаюсь заброшенный участок превратить в хороший. То есть где рос бурьян, где ивняк, береза и так далее. Вот я стою на участке, который три года назад из себя представлял просто заросший участок березами и вняком. На нем даже росли грибы. Конечно спилились березы, пеньки выкорчились. Вот участок мы уже вспахали. И сейчас вот надо первый раз на нем посеять седират обязательно. Именно использую я овсяно-виковую смесь. В чему именно эту смесь, а не какие-то другие седираты. Не фацелию, не горчицу, а именно вот эти седираты в первый раз я использую. Почему? Овес у нас прекрасно забивает сорняк. То есть лебеду, пырей и так далее. Он борется прекрасно с сорняком. Вот даже раньше в колхозах всегда, когда пытались вырастить полноценные травы для сенокоса, их сеяли под овес. То есть первый год вырастал овес, его как бы убирали на зерно даже. А из-под овса уже потом рос полноценный клевер с тимофеевкой, с овсяницей. То есть мы не раз это делали. И это прекрасно работает. Почему в эту смесь добавилась вика? Вика это бобовое растение. Оно будет улучшать почву и ее еще как бы добавлять в нее понятное дело азот. Потому что это бобовое растение клубняковое. Овес сам по себе почву не очень улучшает. Он именно борется, будем говорить, с сорняками. А вика еще улучшает и почву. А мы для чего это все делаем? Чтобы здесь у нас был полноценный огород. Будем ставить здесь теплицы, выращивать опять томаты, другие культуры, разбивать грядки и так далее. То есть сделать из этого участка хороший огород. Когда речь заходит о сидиратах, я уже на протяжении 10 лет обращаюсь в одну контору. Благо она находится в нашей области. Но сейчас она работает прекрасно по всей России. По-моему даже за границей. Ребята молодцы. Что касается именно сидиратов для огородников. Мне кажется это самые лучшие конторы. Называется она Зеленый уголок. Прекрасно они работают во всех маркетплейсах. Это и на Зоне, и на Валбересе. И на Яндексе. У них хороший сайт, где можно заказать уже более большой объем. А так у них как бы идет фасовка. Двух килограммовые, килограммовые. Даже полкилограммовые. Чем хорошо? То есть они подбирают смеси для любой культуры. Это не то, что касается первой. Вот мне нужна была смеси именно Вики с овцом. И я у них заказывал большой объем. У меня большой участок. 30 соток мне надо. Из расчета 2 килограмма на сотку 60 килограмм. Поэтому я это делал через сайт. И заказывал. И ездил уже к ним прямо на производство. И у них там приобретал в больших мешках это. Но если надо небольшое количество. То конечно лучше заказать на маркетплейсах. Либо на Зоне, либо на Валбересе. Сколько я у них не заказывал, мне нравится то, что у них всегда отличная схожесть. И очень высокое качество семян. Потому что они все семена прекрасно подготавливают, сепарируют и так далее. Качество семян на высоте. И смеси вот именно все подобраны. Я пользовался смеси, которые используются после посадки. Например, того же чеснока. Когда у нас безвыходное положение. Есть участок, мы выращиваем довольно-таки большое количество. И чеснок по чесноку, например, сажаем. Можно посадить, то есть культуру по культуре. А в промежуток между этим вот именно использовать сидератную смесь. Такой вариант тоже возможен. То есть минуя как бы севооборот. Хотя одну культуру, тот же чеснок. Желательно там 4 года на этом участке не выращивать. А через сидерат мы можем это время сократить. То есть фактически на следующий год опять одно по одному посадить. Также я применял, конечно, и сидераты, которые используются в теплицах. Для улучшения почвы отдельно. Когда уже участок от сорняков освобожден. То есть более богатую смесь такую, где используются и люпин, и горох и так далее. То есть разные смеси. Причем с отличного качества, с очень отличной схожестью. Это что касается сидератов. Кто вот задумается просто о сидератах. Но сейчас цель у меня вот именно в том, чтобы первый раз участок не зарос бурьяном. И я его заосеиваю овсяно-виковой смесью. Делаем мы следующим образом. Конечно, мы разбрасываем из расчета вот 2 килограмма на сотку просто руками. Потом с помощью граблей немножко это заделываем. У нас обещают дожди. Дождичек пройдет. Желательно это делать, конечно, когда почва влажная. Чтобы в схожесть все равно без лаги ничто не всходит. Не зря говорят. Сеешь в грязь, будешь князь. Да, есть такая пословица. Но у нас обещают вот сейчас зарядные дожди. Поэтому как раз вот сейчас мы вовремя это все посеяли. И будем уже через какое-то время ждать всходов. Что у нас следующее будет? То есть здесь я, конечно, не буду ждать, пока овес у меня превратится в полноценный овес. То есть даст зерно. Нет. Мы на стадии даже зарождения, что даже не молочной стадии зерна, а именно зарождение самого, будем говорить, колоса. Вот на этой стадии пока еще просто зеленая масса. Мы ее скосим и повторно мы ее заделаем в почву. Вот тогда мы улучшим свой участок. И уже после этого можно сеять любые сидираты. Тоже, например, я собираюсь уже в этом случае посеять фацелию, которая нейтральная для огорода. И, тем не менее, очень тоже прекрасно улучшает почву и дает богатый урожай зелени. И, будем говорить, накапливает в почве тоже определенное количество гумуса. Вот таким вот образом в очередной раз я еще один участок хочу превратить в полноценный, замечательный огород. А на этом сегодня все. До свидания. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok